Вот эту строительную кучу привезли вчера. Два Камаза выгрузили. Прямо вот со стройки, через пешеходные дорожки, навстречу мамам прогулочным с коляской. Эта свалка напротив жилых домов улицы Чернопрудной образовалась недавно. Житель утверждает, что в зеленую зону мусор везут со стройки многоэтажной парковки. Она расположена неподалеку. Людям даже удалось сфотографировать машины с отходами. Снимки они отправили в администрацию Фрунзенского района. Пока ответа оттуда нет. Говорят, идите, пишите бумажки, в канцелярию сдавайте. Мы все это дело рассмотрим. Когда это будет сделано, никто не знает. В администрацию уверяют, что никаких жалоб от жителей не поступало. О незаконной свалке там ничего не знают. Нам пообещали разобраться в ситуации. Сейчас у меня в 4 часа планерка. Я отправлю туда кого-нибудь съездить. Ну, конечно, нельзя. Конечно, нужно, значит, то есть грунт, который, допустим, образовывается в результате средства. Он должен куда-то вывозиться. О том, куда в итоге возится мусор, не говорят и на стройке. Видеокамеры на объекте не рады. Тогда собери. Собери, пока я не сломал. Вы мне угрожаете? Да. Однако не все рабочие оказались столь вспыльчивыми. Прораб пообещал провести расследование и наказать виновника, если факт незаконной свалки действительно был. Для меня это вот новшество, что никогда такого не было. Наведу сейчас справку. Когда он у нас работал, кто работал и по какой причине они, допустим, вывозили мусор в север. Мусор до сих пор на месте. Местные жители надеются, что пока ищет виновника, свалка в размерах не увеличится. Роман Корнеев, Георгий Иванов. День в событиях.